но по сути комнаты сделать несложно просто они ни к чему комнаты те же самые чат и создается же каждый раз новый чат как при создании нового канала на форуме есть отдельный этот чат который тоже привязан санта нет это это долго мы просто подали заявку там кажется в конце июля будет результат так ну поехали лин против colorful охота на виспов идет активная арчу бедную бьет виспа спасает на последних хитах и начинается ночь ну прячь ты чё ты не успела спрятаться арча хотя могла алина очень агрессивно действует вы посмотрите там наверняка просветка простого орка есть где-то но хотя нет он может отправить отправляет канал на 100 рублей с голосовым сообщил так как уже реализовано что она да да но как бы не счет ничего сложного нет я согласен как бы вообще изи все уже есть но возникать вопрос зачем избыточный функционал он даже бывает вреден продукту ну потому что усложнение интерфейса сама система становится сложнее больше вероятность сложнее поддерживать сложнее развивать но в первую очередь это с точки зрения пользователя новые ну те фичи которые ты реализуешь на своем продукте которые редко используются они вредны для продукта чаще всего если конечно этот продукт заточен на более-менее массового потребителя они являются каким-то специализированным но для профессионалов там я не говорю про какие-то аналитические там системы крупные а кстати блайт успеет уйти успеет берн был необязательно на минус 2 арчи в результате довольно хорошо так прессанул можно сказать линчанский colorful грант хороший мне нравится как грант стоит просто на разведке все увидел паша побежал халдир элдер скаут гри чатик спасибо большое за настроение но нужно бежать лето по ходу рюкзаки эй слышишь куда пошел ты что это на природе собираешься отдыхать да зожник что ли ладно иди сразу играть на т3 это соло димка что ли соло димка в медведей похоже нет н что винт вообще талонцы старый добрый у я видел что некоторые товарищи на про уровне да 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 в талонов играют ну как бы дима арчи сейчас без мастера и погнали но нули на этим не удивить хотя опять же они же играли верхней части сетки я не видел эти матчи и раз colorful выиграл стало быть стало быть ну все понятно каменное рыло мог каменное рыло реально и верно colorful в прошлый раз играл против лина талонами на этой карте как раз ими и проиграл а это снова ты enigma ну ох можно было ой а нет нельзя было там же все на него персоналка даже если ты его зажмешь он все равно выскочит сейчас раз и все и персоналка пошла только не делай берна 5 на 20 молодец а это точно ли не играет сейчас проверим папы ему погоди сто процентов 440 кп эльфы такая халява даже кликать не надо 280 даже 280 могу покликать 279 плюс чат если вы кликаете больше двухсот восьмидесяти кстати не уверен что близ кликает больше чем 280 хочу кликать он уже понял жизнь он не спешит появляется первые талоны супер активирует премиум два месяца милдер чё ты ставишь ты вообще в аркаст не играешь на риан стрим тоже я наделся каких-нибудь знакомые никнеймы просто увидеть ну типа сокол должен кликать больше двухсот восьмидесяти ну или в этом районе второй уровень у без мастера вызывает ястреба ястреба не путать соколом хавк это не фалькон у меня почему-то игл еще орел вылез куда-то слишком много пернатых летающих диких хищных птиц да пошли пошли талоны мастера соответственно третий герой у нас кто правильно тинкер здесь тоурен который качается что правильно до 3 классика классика жанра о соколе горит щегул щегул как же у меня бастет тут лежит вы бы видели код просто просто меня очень любит продолжается криппинг свиток лечения это тоже обязательная вещь а ну и разводы разводы причем какие-то странные разводы и очень хорошо и изящно я бы сказал отбивается colorful от разводов то есть один димка с персональным телепортом талончик фэри фаер ястреб который подсвечивает очень красиво а можно отлить солидно посмотреть на эти 440 pm я не уверен что сейчас стримит вейв неплохой таурена подняли ловит сейчас моноберном должен словить словил соточкой моноберн таурен без без вейва свиток спас арчу но одна успела умереть слушайте ну вот давит colorful пока у него по стандарту все ок сейчас еще таурена можно убрать там же нет телепорта по стратегии минус таурен после этого контратака если бетона нет то это гг все гг это стандарт просто мы знаете сколько это игр если кто-то как бы пытался следить за игрой респект отцы вот но там было все понятно как бы после вот эти вот битве в центре было уже все понятно так что даже анализировать нечего талон автовин или что да нет талоны просто с ними желательно не сражаться даже если у тебя 3 100 урен а в той ситуации он не был готов к сражению потому что у него не было банки маны у него была армия подбитая после криппинга ему нужно поразводить было по-хорошему с тауреном по возможностям естественно тем более лин так умеет делать тем более нычку закрепил он может мог даже даже на т2 поставить экспанты так часто делал ну как-то сыграл спустя рукава и все неудачно постражался в центре а дальше нет продолжения в этой стратегии ну за орков имеется ввиду без таурена талонов не убиваешь мы горит не хотим мирор эльфа финале у них очень интересный мирор был там не было мирора как такового мунчанский ушатал его 2-0 и первая игра была такая что я такого не видел pp in play we pro блин какие люди какой айдишник 1727 андрей федоров 36 лет щегол на год младше меня санкт-петербург уважение это же дата регистрации друзья 6 марта это дата официального старта гудгейма с днем рождения михаил называется уважение андрей федоров уважение надеюсь тебя все хорошо спасибо и он лозунг сайта проплея написал in play we pro в игре мы лучше четырех знак щенок гритспейл да-да-да спейл зарегался еще трех знак но до спейла еще есть там пара сотен людей которые могут выпендриваться но по возрасту спейл конечно тоже щегол за мага играл в хартстон все на профиль закрывать сразу и танк у него блин я не видела что эти на ватарке танк ах ты какой а бузер ну в комнату хотя бы кубок бы поставил слышишь трофей достижения ну серьезно у тебя же у тебя же есть пара козырных кубков поставил бы в кубку ну тыкни ну чё ты как это со мной чуть такие крутые говорит elder elder тоже конечно не это самое не молот трофей не видел вот у нас спел с трофеями вообще проблема мы сделали отличный раздел то есть сейчас расскажу по-быстрому трофей достижения там много разных веток с ачивками ну собственно есть сами сами ачивки блин как только назад вернуться трофей достижения вот сам раздел во сейчас только нормальный этот есть несколько разделов есть около больше сотни ачивок есть подарки там подписки за закрытие ветки есть комната с разными скинами можно менять скины и ставить предметы собственно в свою комнату вот будет анимированный вариант но эта штука этот функционал он запрятан то есть он на него выход только через профиль или через вот этот контекстное меню здесь ну и через систему уведомлений конечно когда ты получаешь какой-то трофей тебе об этом уведомлении падает сообщение вот но но да но трофеи у нас такие большой хороший раздел бустанул показатели целевые хорошо я не знаю правда насколько конкретно но у меня по крайней мере по по подпискам по донатам корреляция хорошая какой счет у лина с калорфулом 1-0 в пользу калорфул на удивление мы переходим во вторую игру у меня чай код и и варкад так может он бординг сделать типа плашки выстрелами показывать периодически ну вот нужно посмотреть над над этими над над инструментами над способами мы думали в чате как-то показывать или в комментариях как-то показывать короткий вариант или по наведению комнату или еще каким-то макаром или сделать топ комнат там джонни по и по xp в том числе то есть там есть лидеры у которых больше всего опыта накопленным можно показывать самую красивую комнаты кастомизированы можно показывать самую красивую комнату например в на главной странице чтобы внимание привлекать видела сама не расспрашивается про crazy fox нет а типо уж как он убивает этого босса сразу да да видел ну это баланс мордора с балансом проблемы серьезные короче это еще такой один большой раздел он сквозной по сути это такой пас последний большой раздел который хотел сделать до того как начать полировать так скажем систему в очередной раз вот заниматься как раз плеером и прочими багами потому что но он реально вроде как напрашивался ачивки вот эти вот классные наши и он он является универсальным сквозным разделом он подходит под все то есть ачивки он подходит и и по тематике сайта он подходит и под типа аудитории развлечения ну как бы фарм не знаю что то еще достижение какие-то он решает сразу целый комплекс задач и знакомства с сайтом и мотивация на полезные действия и так далее так далее то есть прям раздел был такой логично логично его и просили и и иллюстратор у нас отличный под под это короче раздел сделали но надо я думаю его как-то еще как-то промоутить ну то есть не промоутить он пару дополнительных точек входа в него сделать но пока не решили как ну что сейчас colorful возвращается к козлу но хорошо что он видите умеет и через ну как умеет все умеют наверное в талон и все застали кто играет не ну в три плюс года в варкрафт перед ником чате символ с уровнем до больше иконок в чатике и витя обрадуется там уровень а что это за уровень а это уровень комнаты а а я так ну это кстати хорошая тема читаем из чата понизится ох добил хорошо я не помню с кого здесь артефакт изгнула по идее должен выпадать где опасность не подпускает колорфу на плюс 3 хп ввести пользователя а потом кастовать фывы на минус 100 хп на потом придет какой-нибудь не знаю лояр который нафармился 12 половиной тысячи я буду его банами 120 банов просто прописывает чтобы чтобы покарать его а у него еще там предметы там шанс заблокировать бан с вероятностью 10 процент так прикопочка хорошая взял еще один артефакт лояр за что карать ну мало ли за что слушайте гипотетическая ситуация сразу в следующем номере завтра выходит газета майкер угрожает и лояру в прямом эфире какой последует ответ от представителя как она пора ли выходить на баррикады все это вы узнаете в следующем номере ну блэйд мастер занимается привычным ему делом как и shadow hunter собственно сейчас мы видим стратегию от лена и собственно тактические приемы такие же как он проворачивал с фогичем и разок ему получилось у него и у него получилось отменить третий кипер фалин подчеркивание темплар поддержал ваш канал на 100 рублей сообщи так миш да привет а когда будет ответ очка и ринсинги она косплеила тебя значит ты должен откосклить ее нет нет не не с ничего это не должен что за логика странная она косплеила потому что написала что если комментарий наберет 90 плюсов то будет косплей на микера все пацан сказал как говорится пацан сделал а я не подписывался не потому что от косплей да еще от косплеить звучит так как будто ха фонтем вар тебя от косплеили понял так начинается заруба опять два кодоя которые сыты еще не сыты голодные идут вперед и все коты сразу разбегаются кодоя правда подрезает очищает кода пытается съесть ес первого кота беги скорее беги родной кодой убегает время второго кодоя нет второе второе боится уже пошла база но вроде как неплохо тут атакует можно по крайней мере просто тыкнуть в шахту в смысле тыкнуть в строящуюся нынчку отменить ее не колорфул тут как-то играет увереннее чем чем фогич и лаяр написал и дай настоящий фаворезий секретный среди синевик ага понял блэйдмастер очень битый кота еще одного едят минус 6 лимита блэйдмастер сейчас умрет что это такое господи как он ушел а как он ушел кодоя убили блэйдмастер еле живой неужели это 2-0 просто калорфул грунт сыра ловит блэйдмастер офигел просто офигел два удара и он бы умер там и кот его гонит персоналка может успел осидка успел но замазывается на тоненького ну все сейчас контратака и все 2-0 2-0 и физский мирор здравствуйте блин вот лин так грамотно с фогичем играл чтобы ну хотя калорфул вариативнее играл видите талонами возможно подзбил немножечко и потом и раз и в козла жалко орков говорит сокол да и не оставляет надежды конечно поставить базу но тут 60 лимита против 40 тут эльфу особо париться не надо даже не серьезно то что у него т2 у него такая гопша здоровая и смотрите еще подконтроливает подконтроливает о подконтролил видели как грант умер уже один второй свиток лечения нужен ой свиток чуть-чуть опоздал а так будет даже арчу не потерял в этой битве да кодой никого не съел 2-0 просто лин отлетел лин отлетел от калорфула 2-0 удивительно